Здравствуйте, вы в эфире суббония, информационная программа «Вести» Карачаева, Черкесия. А с вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Обратный отсчет. В Черкесске на Миниарбате запустили часа, оповещающие о приближении Великого Праздника – Дня Победы. Студенческий десант высадился в МВД. В рамках мероприятия молодежи представили уникальную возможность на практике познакомиться с работой сотрудников полиции. Стая бродячих собак, как с ними бороться и как обезопасить людей – в проблеме разбирался Ахмат Халкетчев. 111 дней до Дня Победы. В Черкесске на Миниарбате сегодня запустили часы обратного отсчета. Участниками торжественной акции стали представители мэрии Черкеска, учащиеся учителя общеобразовательных учреждений республиканской столицы – горожане. Они вспомнили страшные годы в истории нашей страны и не вернувшихся земляков с Великой Отечественной войны. Место для запуска часов обратного отсчета до Дня Победы выбрали не случайно. Именно в этот день, 17 января 1943 года, бойцы 535-го гвардейского стрелкового полка водрузили красный флаг на здании главпочтамта. И несмотря на то, что погода была снежная и морозная, люди радовались столь важному дню. Также представители Городского совета ветеранов-воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодежи, члены штаба поста номер один городского поискового отряда «Подвиг» «Школ города» приняли участие в акции «Дорогами освободителей» города Черкеска. В этот день был организован патриотический концерт с участием творческих коллективов Детского дворца творчества имени Юрия Гагарина. Сегодня у нас проходит митинг на Вечном огне с детьми и с сотрудниками Центра военно-патриотического воспитания. У нас это мероприятие проходит каждый год, и мы надеемся, что нашим детям, которым мы это все показываем, и даем понять о том, что никогда даты такие нельзя забывать. И, конечно, у них дальше продолжится, они еще спустятся на Кубань, там у них тоже будет мероприятие, они будут пробовать кашу военную. Поэтому, я думаю, для детей, те, которые сегодня участвуют в этом мероприятии, это будет очень памятная дата. Сейчас о погоде на выходне, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесии присоединилось ко всероссийской акции «Студенческий десант». По традиции, она проходит в преддверии Дня российского студенчества. В рамках мероприятия МВД предоставил молодежи уникальную возможность на практике познакомиться с работой сотрудников полиции. Харча Биджиев расскажет подробнее. Что же такое студенческий десант? Это всероссийская акция, проводимая ежегодно сотрудниками внутренних дел накануне Дня студенчества в целях предоставления уникальной возможности для молодежи на практике познакомиться с нелегкой работой сотрудников полиции. В Министерстве внутренних дел республики с приветственной речью перед студентами выступил руководитель ведомства полковник Олег Мальцев. Он рассказал о работе в подразделении министерства, затем студенты задали свои вопросы. «Вам будет предложено пройти что-то в виде стажировки. Многие из вас, я так понимаю, проходят обучение по правовым наукам, поэтому у вас будет такая возможность свои собственные знания, свое, так скажем, мироощущение сравнить с тем, что происходит на самом деле, в частности, в подразделениях полиции». По итогам стажировки студентам будет предложено написать отчет. Все это будет внимательно изучено и в дальнейшем размещено на сайтах МВД. По завершению мероприятия Олег Мальцев пожелал студентам удачи и достичь своей мечты. В целях позитивного общественного мнения о деятельности полиции студенты направились в Центр кинологической службы МВД по Карачаевой Черкесии. Им показали работу собак, несущих службу в полиции, рассказали о том, как они задерживают преступников и выполняют разные команды, а также проводят поиск наркотических и взрывных веществ. «Мне все это интересно. Я бы хотела посмотреть, что здесь происходит и как люди работают. Нам показывали собак и то, что они умеют делать. Довольно-таки интересно, да. Мне понравилось, но я бы не работала в этой сфере. Ну, мне кажется, это не женская работа, не знаю». «Приехали, здесь все очень интересно, показали всех собак, то есть на всех табличках написаны имена и так далее, даты рождения, прямо как у людей». «Моя сфера обучения, можно сказать, мне интересно понаблюдать за этим всем, потому что в процессе теоретического изучения нашего курса я встречался с таким понятием, как кинология, то есть это отрасль криминалистики. И я все это изучал в теории, и мне было интересно посмотреть на это, на практике, как они это делают». Студенты задали ряд вопросов. Полицейским мы получили из первоисточника интересную информацию о данной службе. Возможно, в ходе такой экскурсии у студентов появится желание работать в структуре МВД, быть на страже правопорядка. Карча Биджиев, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. «Спасите наши уши». Именно с таким призовом программу «Вести» обратились жители поселка Кавказский. Они пожаловались на стаи бродячих собак. Бездомные животные днем нападают на людей, а в темное время суток ведут ожесточенную борьбу за территорию. В проблеме разбирался Ахмат Халкечев. Это кошмар какой-то. Нет покоя ни днем, ни ночью. Живем как будто в псарне. По несколько раз за ночь просыпаемся на собачьи лайшум и гам. Самые, что ни на есть, свору бродячих собак бегают практически в каждом районе поселка. И в каждой стае не один десяток озлобленных предательством людей хищных животных. Больше всего нам страшно за своих детей, жалуются люди. Мы боимся выпускать их без присмотра не только в школу, но и во дворах наших уже небезопасно, продолжают они. Меня вот на вот этом проспекте, вот здесь, укусила собака. Хорошо, что обошлось без столбняка, без бешенства, без ничего. Я пошла в поликлинику, у меня обработали ранку. Вот поэтому я хочу, чтобы беспризорных этих собак у нас в поселке не было. Проблеме с бродячими собаками в Кавказском не один год, но ситуация серьезно обострилась в последнее время. А причина этому то, что некоторые люди стали забывать о человечности и об ответственности за тех, кого они приручили. Все бродячие собаки были завезены с близлежащих сел и авулов, утверждают жители поселка. На трассе ехали, просто выбрасывали собак. Собака упала на задние ноги, ноги у нее не ходили задние. Директор кафе ее выкормил, вылечил, выкормил. Мы и проходить мимо не должны, и в то же время они опасны. Был случай, когда моего собака покусала внука. Полгода нам пришлось делать уколы против столбняка. Поэтому очень много собак, и их нужно убирать из поселка. Приверженцев жестких мер в поселке нет. Все против отстрела или других каких-либо негуманных способов решения вопроса бездомных животных. Но в то же время жить под страхом за себя и за своих детей и пожилых людей мы устали, говорят жители Кавказского. Пускай государство какие-то меры принимает. Мы не за то, чтобы собак истребляли. Пускай меры принимают. Мы не против собак, но чтобы людям было комфортно. А вот, насколько я понял, проблема продолжается не первый год, но она обострилась в последнее время. Потому что очень много стало собак. Очень много. Раньше хоть одна-две ходили. Сейчас они стоями ходят. Просто стоями ходят. И везде. В поликлинику пойдешь, там нападают. Около дома. Лично вот около нашего дома, как в шарне. Глава администрации поселка Кавказский Мустабай Рамуков, говоря о ситуации с бродящими собаками, признал, что проблема имеет место быть. И что она в последнее время стала весьма актуальной. Но, к великому сожалению, решение проблемы для муниципального бюджета финансово затруднительно. Приют, там, где его содержат собак, две недели стерилизуют. И потом, если они невостребованно выпускают назад, ближайший в Кисловодске, он, как бы, дорогостоящий. На сегодняшний день, в этом году, у них цена 10 тысяч, чтобы отстерилизовать и продержать одну собаку. В этом году мы занимаемся тем, что будем искать ветеринара на территории, чтобы стерилизовать. И сколько сможем за счет своих средств, отстерилизуем, чтобы проплода меньше было. И будем искать дополнительные средства, спонсоров. Если найдем, эта работа будет усилена. Ахмат Халкечев, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия, Прикупанский район. Тишиной окрыленное искусство. В Карачаевске в стенах Института культуры и искусств Качагу состоялась выставка молодого художника из Дагестана Мерисмаила Сеидова. С детства лишенный возможности слышат, он передает свое восприятие мира через краски и карандаш. Подробности в материале Шерифат Лепшоковой. Визит художника из Дербента в Карачаевск неслучайное событие. Город давно имеет тесные дружеские связи с Дагестаном. И эта выставка еще одно тому подтверждение. Посвящена на родному для Мерисмаила Сеидова Дербенту. В своих работах он фотографически передал красоту города, его атмосферу. Графику художника тепло приняли в Институте культуры и искусств. Преподаватели вуза оценили его любовь к миру, глубокое понимание прекрасного. Слуха Мерисмаил лишился еще в детстве. Какое-то время обучался в интернате для слабослышащих вдали от родного Дербента. От тоски по родителям мальчику становилось хуже, и они забрали его домой. Находясь в одиночестве, он нашел способ общения с окружающим миром через кисть и краски. Начав посещать детскую школу искусств, Мерисмаил, конечно, не мог знать, что станет заслуженным художником Дагестана. Его имя будет известно далеко за пределами странных гор. Мерисмаил с нами сегодня здесь. Мы долго изучали твои работы. Каждая работа твоя душа, твоя умение, твое мастерство. Ты на высоком уровне. Я от души тебя поздравляю. Желаю дальнейших успехов в твоей работе. Чтоб еще раз, днется, ты же дорогу знаешь, Дербент-Карачевский. Чтоб не забыл. И летом приехал. А то вместе пойдем рисовать. Вместе с художником прибыла и делегация с представителями мэрии Дербента. На предваряющей выставку встречи с руководством города было решено, что в скором времени появится автобусный маршрут по направлению Карачаевск-Дербент. Визит гостей стал ответным. Прошлым летом представители Карачаевой Черкесии были в Дагестане. В честь названия в Дербенте – одной из улиц Карачаевской. Постили они и дом художника. Гости были приятно удивлены, когда увидели на стене комнаты пейзажи Тиберты. Неделю назад, когда мы отправлялись работы сюда, мы уже знали, что здесь родные люди, здесь поймут, здесь примут. Я вижу, что на самом деле замечательно представлены работы. Спасибо огромное. На самом деле, да, Мирисмаил – удивительный человек. Он особенный человек. И выставка, которая сегодня здесь проходит под этим названием «Тишина и окрылённое искусство», она демонстрирует многогранность душ этого замечательного художника. Самилиана Джафова выразила надежду, что жители и гости Карачаевска полюбят творчество Мирисмаила Сеидова, его графику, в которой он отразил, овеянный тысячелетними тайными легендами, родной город. На этом субботний выпуск «Гвестей» подошёл к концу. Приятных выходных и всего доброго! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok